Всем привет! Вы на канале Наша Жесть в Америке. Your life is my life. Мы сегодня идем в магазин Walmart. Этот магазин находится от нашего дома. Держи за ручку, Катарин. Он в миле находится, да? У нас около магазина, говорю, у нас около дома три Walmart. Один в миле, один в 0,9 миле и один в пределах трех миль. Тот, который в пределах трех миль, тот вообще огромный, 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 огромный. Этот вот, в который мы идем, он продуктовый и хозяйственный. А тот, который еще рядышком миле, он практически продуктовый. Там только немножко бытовая химия, гигиена, но там нет ни одежды, ни промышленной группы, ничего. А поход наш обусловлен, нам надо сделать две покупки. Мы будем играть. Ориентируемся на две, на три. Первое, самое главное, это мы будем играть в сантехника. Нам надо купить дождик в ванную. Спроси. И нам еще надо купить для дочи легкие летние какие-нибудь парусиновые кроссовки, абсолютно легкие, абсолютно летние. Вот, потому что мы недавно снова опять прооперировали наш ноготочек. Вот, и нам надо очень-очень легкая обувь. А сейчас мы все время вообще ходим в очках, потому что у нас очень яркое солнце началось. Ты хочешь раздвинется? Ну хорошо, в общем, включимся через некоторое время. Сейчас мы идем в тот отдел, куда? К очкам. Нет, не качка. К дождикам. Нам надо дождик купить. Вот, в общем, идем, идем потихонечку. Вот, кстати, подушки продаются. 3,97 подушечка стоит. В общем, тут очень много всего по хозяйству. А вот, кстати, подушка стоит 8,96. Она вот такая вот. Так, ну что, идем смотреть наши дождики. Это не дождики. Это фены. Это инструменты. Опять инструменты. Так, мне кажется, мы прошли наши дождики. Идем в другую сторону. Мы смотрели на подушки. И, наверное, в тот момент вот. Вот этот уголок сантехника. Так. Ну вот, давайте посмотрим, что за что можно купить. Так. Вот они все вверху в разобранном виде, так сказать. Образцы. Давайте смотреть. Самый дешевый получается 19,97. Вот та белая головка. С таким вот пластмассовым белым шлангом. Так. И потом пошли цены. 22, 24, 29, 34, 39, 29, 39, 26. В общем, получается, самый дешевый стоит 19,97. А самый дорогой 39,97. Вот. В общем, они абсолютно всякие разные. Со всякими пибамбасами. Со всякими, скажем, там этими, как они называются, массажами. С экономией воды. С функцией экономии воды. Вот такой, смотрите, вот дождик вставляется вот в такую фигню. И будет, как бы, лить и из дождика, и на спину. Ну и, соответственно, дождик можно доставать. Устанавливается. Все это очень легко. Вот видите, здесь нарисован ключик. Написано, не нужны никакие инструменты. То есть, все делается руками. Здесь даже, по-моему, в комплекте бывает такая специальная, специальная такая, я не знаю, как она правильно называется, лента, которая используется вместо пакли. То есть, ей обматывается резьба, закручивается, и все, у вас не будет никакой течи. Почему? Откуда знаю? Потому что уже менял дождик. Вот. В принципе, в Америке, во всех апартаментах, во всех гостиницах, стоят дождики без шланга. Ну, по крайней мере, везде, где мы были, мы такие встречали. Это просто стоит головка. Нарисована на первой картинке, вот на этой. Стоит головка. На трубе из стены торчит. И вот здесь нарисовано, что ее надо отвинтить. Потом навинтить вот эту вот деталь, в которую будет уже вкручиваться шланг. Присоединяем шланг, и к шлангу присоединяем уже непосредственно головку нашего дождика. То есть, все делается очень просто и быстро. На самом деле, мыться с этой головки, ну, первое время как-то непривычно, потому что мы всегда привыкли к тому, что мы пользуемся дождиком на шланге. Вот. Но потом быстро привыкаешь, и, в общем-то, никаких проблем нет. Но, тем не менее, нам нужен шланг. Мы поэтому сами у себя в апартаментах заменили. Это не входит в обязанности менеджера или хозяина апартаментов менять это. То есть, если бы головка сломалась, то вам бы ее поменяли. А вот менять на шланг, это уже как бы по вашей личной инициативе, вам только могут это сделать за деньги. Но я могу поменять сам. А вот если у вас сгорела лампочка, то вы менеджеру звонок, и он приходит, меняет вам лампочку. Вам не надо ни лампочку покупать, ничего. То есть, это входит в обслуживание апартаментов. Вот. Ну, все. Сейчас берем дождик и двигаем на кассу. На самом деле, мы уже дождик выбрали в интернете, какой хотим купить. Я просто пришел сюда в магазин, чтобы его купить и показать вам, какой. Ну, чтобы не стоять здесь, не выбирать, этот берем или не этот берем. В принципе, все они одинаковые. Все они, я говорю, имеют по 6, по 7 различных видов переключений. Я думаю, все это знаете. Вот. Плюс у них есть функция экономии воды. Они создают специальное давление. Тоже практически все. Вот. У них есть пауза. Поставить на паузу, чтобы не выключать воду. И тогда напор воды уменьшается где-то в 2-4 раза. Это было так у нас в том, который сломался. И, кстати, отслужил он у нас где-то 2-3 года. Платили мы за него что-то около 25 долларов. Поэтому мы решили остановиться на средней цене, которая нам, скажем так, недорогая, недешевая. Просто которую Марина выбрала, ей понравилась головка и все. Вот. Потому что я думаю, он что за 20 долларов, что за 40, прослужит те же 2-4 года. И без всяких проблем. Тем более, у него есть гарантия еще. Вот. Ну, самый дешевый, вот этот белый, он, конечно, ну, уже совсем не худышный. Потом еще вот рядышком с ним по цене есть такой вот с каким-то серым шлангом. То есть они совсем не серые. Это просто головка, Антоша. Это то, о чем я рассказывал. То есть это просто вот головка, которая на трубу накручивается, которая торчит из тени. И у тебя просто будет душ. Вот. Но мы хотим вот такой со шлангом. Поэтому мы остановили свой выбор. Мы остановили свой выбор вот на таком. Вот. Сейчас я вам покажу его. Так. Вот такая вот головка. Вот. Он у нас стоит... Сейчас я возьму цену и покажу вам лучше оттуда. Так. Вот эта головка. 29,97 сейчас увеличу. Пользу флангу плохо. Так. Вот эта вот головка. Я на нее смотрю. И вот цена. 29,97. То есть, грубо говоря, на кассе он получится 33 доллара. Чуть-чуть меньше, потому что прибавится налог там около 9-10%. Вот. Ну, и вот вы видите, что у него здесь есть всякие переключения режимов. Шесть видов. Он экономит воду. Типа там где-то кто-то посчитал, что при регулярном мы будем платить 317 якобы, а при этом на 80 меньше. Вот. Ну, на самом деле, видно, что он работает не так, как тот простой, который стоит 20 долларов. У него есть такая функция экономии воды. Это заметно. Ну, вот тут написано, какие у него есть режимы. Собственно, все. Берем и идем. Идем к нашим девочкам и Сашке. Они там выбирают Катаринке кроссовки. Мы должны, как я вам сказал в самом начале, купить ей пару или две абсолютно легкой обуви, которая будет абсолютно парусиновая. Все. Двигаем в обувной отдел. По полному ходу все продается в дню независимости. То есть, одежда, украшения, обувь. Все. В цветах флага. Так, ну, где наши? Где наши, где ваши? А вам, тут наших нет. Вот наши уже на примерке. Как у вас идет процесс? Нормально. Ну, мне, в общем-то, кажется, что семь с половиной Катарине большие. Большие. Она говорит, что они небольшие. Но я вижу, она бежит и как бы их ногами. То есть, она бежит, а кроссовки догоняют. Обувь уже побежала, да. Она уже побежала, а обувь еще не начала, да? Какие решили цвета брать? Ну, тот она не захотела цвет брать, который мне нравится. Ясный какой-то. Вот этот бежевый. Мерезайка эти. Покажи, пожалуйста, покажу цену, сколько они стоят эти парусинники. Вот такая вот веселая. А в таком цвете, который Катарине больше нравится, семерочки нет. Серенькие? Да, сереньких нет. 9,98. Монтепики красивые. Зайка, ну ты ж не заламывай. Мне кажется, это очень большие. Я палец вставляю. Так это еще меньше. Так, ну, мы продолжаем выбор. Когда остановимся, вам покажем. Покажи, вон те красивые тапочки в ромашечке. Вот эти? Или в единую рубль. Слушай, такие очки. Цена 10 долларов. Так, Катарина, беги. 11 долларов. А вот, посмотри, какие красивые. И еще такие. Ну что, Катарина, какой тебе удобный. Папли. И эти падают. В общем, выбор остановился у нашей дочи вот на таких черненьких кроссовочках. Блин. Как-то они у меня разбросались. Ой. Вот на таких черненьких кроссовочках. Они абсолютно легкие. Они вообще невесомые. И стоят 9,98. Пока мы разбрелись, могу показать вам, что почем. Вот, например, шорты. Можно купить за 3,96. Майки с различными патриотичными пинтами. Ну, как я вам сказал уже, ко дню независимости идут подготовки. 4,97. Куча различных маяк. Ну, и, в общем-то, пляжный сезон начался. Вот такие вот пляжные всякие шорты. 9,98. Вот еще майки висят. Кстати, день отца у нас будет в это воскресенье. Тоже 4,97. Я хочу кое-что пойти по Сангрии. Давай. Сейчас иду. Распродажа маяк вообще по 2,96. Шорты 12,66. Такие длинные, баскетбольно-спортивные маечки пола. Давайте посмотрим, написано низкая цена. Маечки-рубашечки. 9,96. Ну, вот такие вот цены. Что у нас здесь? Глянем. Оп. 4,97. Штаны, брюки, джинсы. 19,97. 19,97. 7 долларов. 15 долларов. Шорты 10 долларов. Ну, вот такие вот цены для любителей доджерс. Найдем, моя любовь. Рассказывай, рассказывай. Я подумала, что они будут. Трусики 4 за 10 женские. Какой-то тоже сейлик стоит. Насточки. Так ты хочешь там еще что-то посмотреть? Ну, я не хочу с тобой по поводу этажа. Бюстики 9,78. А у нас дочь любит гольфы. И у Марины последнее время тема. Да я вообще не дочь, а Антоша. Потому что здесь это. Скупи гольфы называется. Ну, и сейчас до Антоши еще нашли. Скупи гольфы. Так ты хочешь еще посмотреть? Да, мне интересно. А здесь всякие праздничные трусы. Очень праздничные. Ну, они эти игрушечные в смысле. Майнкрафт классный. Мне очень нравится. Боксеры такие. А это вот эти Фредди. Три пака. Ага, значит, по три штучки. Трое трусиков. 8,62. Правильно, поводай. Майнкрафты. Щенячий патруль. Щенячий патруль у нас уже вырос, наверное. Никто не носит его. Что-то человеки-пауки какие-то. Так, а здесь вот, наверное, четыре. Да, четыре за девять, девяносто восемь. Так мы что-то ищем за кинем? Нет, мы не думаем. Ты думаешь? Да, все, пошли за кинем. Ну, давай думать. Давайте думать вместе. Пока мы что-то смотрели, дети развлекаются в игрушечном разделе. Что за? А можно за другое? Можно за другое? Можно в какую-то другую? Катерин, в какой? Где тебя искать, Дуна? Там, где арт-крафт. Арт-крафт? Сейчас мама придет, Зайка, и пойдем с мамой, хорошо? Ну что? Что насмотрели, детвора? Не осмотрел здесь. Типа, Хонг хочет взять спайдермен-хонг? Не, я просто смотрел. Нравится, тебе не нравится? Хорошо, что она не нравится. Подумала, мама, тебе тоже не нравится? Какая диблин, как ваша. Все, что нашла мама, все пошло. В садачок? Пошли тогда на кассу. Может, тебе их купим? Может. Ну, пошли на кассу. Нет, я там хочу мясо. А, Катеринка хочет в этот самый. Пойдем. Это прекрасный динозавр. А где наши девочки? Катеринка у нас любит мастерить. Затянула нас в такой вот отдел. Где много всяких вещей, чтобы что-нибудь крафтить, создавать. Что Катеринка хочет посмотреть Зайка? Я так понимаю, что мы не целенаправлены на что-то еще, а что-то для творчества, пока не решили, что. Просто глазеями. Короче, это у нас какой-то художественный отдел. На чем рисовать, конвой? Мы к чему-то приклеились. Ну, что Зайка? А ты что-то смотри, не надо. Ватман? Да, что. Так я тебе дома дома. Ты хочешь большую бумагу или вот? 64 карандаша. 8,24. Сейчас мы туда идем. А ты предходите. Проверим цену на бумагу. За 5. За 5. А если вы где-то попачиваете в центрах получается? 6 листов за 3 доллара. В центрах. Ой, знаешь, котик. Не у всех с математиками. Ну, ты только в начале своего пути. Поэтому будет у тебя и математика. В центрах можно купить 2 листа за 99 цент. Поэтому не вижу смысла. Все, короче, это на кассе. Все, ребятки, заканчиваем. Пойдемте. Вдем на кассе. Смотрите, какую классную банку можно купить за 6 долларов. В сырных шариках. Это, в общем, классная грызла. Так, где наши опять? Куда они делись? Пошли искать. Пока мы разбирались с Майкель, вон они уже. Круг какой-то сделали и оказались у нас сзади. Две фепси 2-метровых можно получить за 2 доллара. Фепси по доллару. Фепси по доллару.